Ваш прогноз, а седьмой пакет будет, и если да, точнее нет, неправильно, когда седьмой пакет будет, и что туда необходимо, по вашему мнению, в первую очередь включить? Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, седьмой пакет будет, если говорить о том, что туда необходимо включить, то в первую очередь я бы здесь наставил на максимальном ограничении любого экспорта из Европейского Союза в Россию. То есть, на мой взгляд, сегодня, вот мы слышали только что про необходимость эмбарго на нефть и газ, я думаю, что сегодня основной акцент должен делаться не только на запрет покупать в России, что бы то ни было, а на запрет продавать и свои товары. Я думаю, что это будет гораздо более эффективно. Да, только вот мы как раз только что говорили о том, что, знаете, изобретательность не имеет границ, и договорняк тоже в том числе, потому что есть страны, которые непрочны на этом всем заработать. И речь не только о Европейском Союзе, но и о других странах, которые пользуются ситуацией и покупают ту же нефть, тот же газ. Индия, Китай. Еще раз, вы меня не слышите. Я еще раз говорю о том, что вопрос заключается не в том, чтобы у России чего-то не покупали, а чтобы ей ничего не продавали. Если мы посмотрим, допустим, на те же самые санкции по поводу, например, самолетов, то Китай, который производит европейские эрбасы на своей территории, отказал России немедленно в поставке любых запчастей. Поэтому это не так, как вы говорите. Здесь невозможно обойти жесткие санкции по импорту, по экспорту в Россию разного рода продукции, обойти очень тяжело. Но даже Казахстан недалеко, как вчера, заявил, что он не будет помогать России обходить санкции, которые будут наложены на продажу ей тех или иных товаров. Что касается экспорта российской нефти и газа, да, я согласен полностью. Здесь и Европа не готова отказаться от него, и найдутся очень много других стран, которые будут рады эту нефть и газ купить. Но еще раз повторю, я говорю не о продажах нефти и газа. Мне кажется, что этот вопрос не так существенный, как об этом сейчас пытаются все говорить. Потому что даже если полностью перекрыть Россию продажу, покупку у нее нефти и газа, то это не лишит ее денег на протяжении долгого периода времени тех денег, которые необходимы для финансирования и государственных расходов, и в том числе военных. Что в первую очередь не продавать нужно? Ну, продукты или речь идет о высокотехнологичных каких-то устройствах? Слушайте, по возможности вообще ничего не нужно. А готовы? А это другой вопрос. Но если посмотреть на структуру торговли между Россией и Европой, то она очень сильно перекошена в положительные сальдо России. То есть Россия продает Европу на несколько сотен миллиардов евро каждый год больше, чем покупает. И поэтому по определению закрыть экспорт в Россию для Европы будет менее болезненно, чем закрыть импорт из России. Но это совершенно очевидно. То есть можно полностью прекратить экспорт в Россию и ввести полную торговую блокаду Российской Федерации со стороны Европейского Союза? Вот это, на мой взгляд, было бы очень сильным звонком. Да. Ну, хорошо. А насколько тогда в таком случае это реально? Если вот Никита вспоминал о том, сколько времени прошло для того, чтобы определиться, согласовать позиции политические, в том числе, между странами Европейского Союза и, наконец-то, да, с ограничениями определенными. Там же, если мы говорим о эмбарго на нефть, там же в усеченном виде это все было принято. То есть, чего уж говорить, например, о том же ГАЗ? Это если, например, мы говорим в той логике, в которой сейчас работает Европейский Союз, да? Ваша позиция принимается, она самая идеальная просто. Но вот если в этой логике размышлять? Нет. Если говорить о продолжении эмбарго на нефть и газ, то он только рассорит страны Евросоюза и принят не будет. То есть, в данном случае, я согласен с предыдущим выступавшим, что и германская экономика, и австрийская экономика, и экономика многих стран, даже центральной Европы, очень сильно завязаны российские энергоносители. Заменить их сложно. В лучшем случае, если уйти от российской нефти и газа, это займет 2-5 лет. И от нефти можно уйти быстрее, но это для России не будет большой проблемой, потому что она легко переведет поставки нефти в другие страны. Это мы видим, например, и того же Китая, это мы видим, например, и той же Индии. Очень быстро идет процесс диверсификации. Что касается газа, то для Европы это будет еще более тяжелым испытанием. Поэтому, если мы готовы, и вы готовы ждать где-то 3 года как минимум, тогда эта тема имеет смысл. Если нет, если, собственно говоря, до этого времени каким-то образом война закончится, мы предполагаем, то, по большому счету, на текущую ситуацию в Украине вопрос эмбарга не имеет никакого влияния. Господин Иноземцев, а готовы, вот вы видите сегодня готовность среди стран, ну не только Европейского Союза, но, наверное, в первую очередь Европейского Союза, в том, чтобы в перспективе и с энергетических игл слазить, и, да и в принципе, если не свести на нет, то минимизировать торговлю с федерацией. Или сегодня этой готовности нет, и как бы бизнес продолжает диктовать? Смотрите, я думаю, что минимизировать, еще раз повторяю, экспорт из Европы в Россию довольно несложно, потому что давайте мы вспомним ситуацию 2014 года, когда в конце августа Россия ввела продовольственную эмбарго в отношении Европы и перестала покупать продукцию, продукцию сельского хозяйства в европейских странах. Если посмотреть на статистику экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС с 2013 по 2020 год, ни один год этот объем не снижался. То есть Европейский Союз даже в 2014 году ничего не потерял от российского эмбарго, несмотря на то, что говорит Кремль. Экспорт только вырос. Очень незначительно, но на следующий год еще больше, чем в предыдущем году. Поэтому вопрос заключается в том, что европейские компании продают, как правило, высококонкурентную продукцию, которая найдет свой путь потребителям в других странах без особых проблем. Поэтому я думаю, что как раз об закрытии российского рынка для европейцев с европейским бизнесом правительством будет гораздо проще договориться, чем договориться с своими потребителями о двукратном повышении цены на отопление, например. Вот мне кажется, что это совершенно неравнопорядковые вещи, и на первом примере, на первом стратегическом шаге европейцы могут легко договориться, а на втором они точно сомневаются. Фронт. Політика. Економика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24». Субтитры создавал DimaTorzok